Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу показать вам свою дачу на конец июля. Показать обзор урожая, который мы уже сняли. Что и как выросло. Цветы. Погода у нас стоит ужасная в этом году. Весь июль плюс 17, плюс 18. Видите, какое небо? Гроза просто каждый день поливает и поливает. Вот это те самые маленькие розочки, которые мы с вами реанимировали. Они подтянулись и прекрасно цветут весь июль. Удобряла я их при посадке корневином. Также очень хорошо у меня растут тыквы. Раньше в этом месте мы садили картофель. Но так как с переходом на здоровое питание картофеля у нас идет теперь не очень много, а тыквы мы кушаем с удовольствием всю зиму. Делаем из них смузи, соки, замораживаем. Да и просто в таком состоянии тыквы у нас спокойно лежат при комнатной температуре до апреля месяца. Вот посмотрите, какое чудо! Как за ними ухаживать, я вам расскажу в отдельном видео. Это такая прекрасная культура, которая совершенно не требует ухода, но витаминов дает очень-очень много. Вот они мои яблочки. Пока еще только наливаются. Они поспеют примерно через две недельки. Но вырастают они у нас в очень больших размерах. Я показывала фотографию. Лежит прямо на ладони. Пока что вот такие. Дальше. Капуста. Как ухаживать за капустой, я вам уже рассказывала. Я всегда обламываю нижние листья. Некоторые люди написали, что от этого страдает самка чан и не растет большим. Ничего подобного. От этого не гниет ножка при такой влаге, которая стоит сейчас. Посмотрите, на середину июля, сегодня 24-е, качны прекрасно завязываются, если учесть, что это Сибирь. И такая погода стоит, прохладная. И если листья нижние не обрывать, то просто-напросто ножка у капусты начнет гнить. Что я делаю с кабачками? Это самое неприхотливое растение. Вот неделю назад я обрывала на них пустоцветы. Я всегда обрываю пустоцветы на кабачках и на огурцах. Специально оставила вам показать. Вот это мужской цветок, пустоцвет. Он тоже ворует в силу растения. Его обязательно нужно отщипывать или же отрезать секатором. Оставляю 2-3 сантиметра. Лучше это делать, пока он небольшой. Лук у меня посажен не для зимы. Мы его общипываем и едим. Также растет редька дайкон по краю. Вот такая. Я ее тоже общипываю. Здесь же растут у меня просто в открытом грунте перцы. Первый урожай перцев я посадила, они попали под мороз. А эти остатки рассады я высадила, но не знаю, успеют они теперь вырасти или нет. Вот такая плантация малины у нас. Малину мы активно собираем. И даже уже сварили варенье, вы знаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!